так привет всем ребят играем с беном 80 водную карту на его шаблончике 2 w ml 6 а размер элька без подземки поторговались таким образом что за 2500 точнее за 2000 он купил себе замок замок а за 500 купил себе цвет поэтому якобы на старте у нас ситуация должна быть по крайней мере в теории немножечко интересней сразу же есть внешний рынок хорошие новости благословения сразу же склеп это тоже хорошо опа тут еще и обзор очка ребят так пока что я не вижу верфь наверное сразу же будем пытаться с вами залазить в склеп ну с большой долей вероятности не на сто процентов но гарпий тоже хорошо пришло по количеству в дальнейшем нам это тоже может очень сильно пригодится внешний рынок а вот мы кстати уже с вами добрались до рудничка лесопилку пока я не вижу и вполне возможно что она будет сверху я бы даже сказал что она там наверное есть наверное она там и есть но придется очень много кентавров пробивать я бы наверное сначала все равно попробовал залезть наверное в склеп хотя на некроземле склепик тоже такое себе может попробовать троглодитов хлопнуть что по героям кстати 2 до то есть он в два героя начал не знаю тренировался он или нет но кстати от роглодитов маловато у меня на старте может тогда и не лезть туда не значит тогда в склеп я не буду наверное рисковать попробуем сыграть через бихолдеров в таком случае феечки пойдут на единички гарпи я не буду брать вообще у него золото конечно намного меньше наверное это и послужило тому чтобы он меньше рисковал и больше золота оставил на отстройку города по сути возможность игры за замок я ему дал из-за того что он признался что хочет торговаться за замок на водных шаблонах я не уверен что замок будет смотреться лучше не самое главное было просадить его по золоту на старте игры ну что прикрываемся таком случае как то так станем поехали выйти мся таймер такой что позволяет в принципе подумать так минус от нижнего мы тоже с вами закрылись ну и сейчас нам прилетит по троглодитом удар еще одну единичку наверное сольем в этом бою но зато меньше слили чем нам предлагали играем тоже кстати без дорог и да я вижу лесопилку сверху уже вижу поэтому наверное мы сейчас пропустим туда еще одного героя кто будет этим героем наверное синка у нее есть грамотности эта грамотность нам потом может ой как пригодится пока можно сказать что стартом я более-менее доволен я генерировал этот шаблон и видел что до зоны маленькие так что наверное вот тому что выпало можно даже по-своему радоваться все значит тогда садимся на разгоне с вами таким вот образом и передаем ход дальше на беном так ну что же смотрим по героям пока отстает есть лоинс ну кстати герой хороший ничего не могу сказать плохого о нем и давайте сразу же посмотрим похоже на какую-то маленькую трэжерную зону до золотой шахтой здесь в принципе тоже можно сказать но на данный момент мне больше интересно вот это вот зона поскольку она очень богатая я сейчас наверное со своей стороны синка сейчас тут заберет это тоже заберет и попробуем наверное побыстрее строить город и куда-то плыть потому что иначе мы не выкрутимся но у нас такой тут маленький залив и я не вижу дерево вот по дереву реально у нас будут проблемы но сидеть на одной зоне тоже не вариант поэтому будем где-то рисковать где-то использовать внешний рынок который нам с вами здесь выпал сейчас наверное пока даже не буду спешить что-то строить да так и есть сейчас мы ничего не будем спешить строить так берем с собой побольше армии и напрямую едем пробиваться здесь заодно воролы сейчас где-то тут вот и они не воровать из-под охран смысле я понял так без воровства так без воровства не вопрос я в принципе тоже за это говорит иногда охраны нет совсем но тут уж ничего не сделаешь ну да согласен что это печально когда где-то вообще не сдает охрану где она в теории должна была бы быть по скорости мы проигрываем поэтому будем закрываться ну и потихонечку так я предлагаю отдать одну единичку на то чтобы этот стек сразу пошел вперед и мы могли потом сразу же наносить урон тут тогда не спешим вырезаем у ее я я зачем-то завоетился снизу зачем-то завоетился снизу опять же будем пробовать ловить на живца но блин с воздушками я тут конечно зафейлил и зафейлил сильно так так наверх и опять ловля на живца два траглодита слили по соте что уплывать прям шакти будем что ли или шакти будет сидеть дома но дома его не очень хотелось бы садить до дома хотелось бы не очень ладно строим лодку что делать было бы в идеале если бы ларе лейка могла еще и разогнать главного героя но она к сожалению этого сделать не может все тогда давай сюда синка тоже мчит куда-то сюда и в этот день что у нас построек никаких префектура либо цитаделька так будем ли мы строить префектуру кстати это интересный вопрос поскольку по золоту я чувствую что будут проблемы хотя по золоту нам главное там доплыть главное доплыть давайте пока что просто цитку поставим и следующий ход так но если предыдущие ходы бен ходил довольно быстро то сейчас он уже ходил подольше наверное ход был более продуктивный и наверное он уже куда-то успел даже уплыть честно говоря дома кроме взятия склепа особо то и делать уже нечего кто у нас тут стоит синка свиток щиток кстати полезный думаю что есть смысл его тоже передать и наверное станем на внешний рынок пока что на этот ход мы просто строим гарпий они у нас не были отстроены дальше нам надо чтобы было две тысячи золота и в то же время нужны самоцветы блин ну золото здесь много да но если я просто наберу золото но не наберу самоцвета у меня не ставнут минотавры поэтому я вот думаю может быть все таки сюда сбегать за минотаврами да ну ладно садимся что делать так варлейка давай-ка ты нас разгонишь таким вот образом потом передаст нам уже армии мы тогда будем что-то думать с вами так это изучено это изучено ну садимся тогда просто домой все равно делать нечего ну и все пожалуй следующий ход построить бы еще одну лодку но это финансово очень и очень проблематично делать так что у нас по золоту меня кстати знаете что нехило спасает это то что нам зашел джеллар его 350 золота каждый ход они позволяют худо-бедно но видите не проседать по отстройке я бы сейчас ну никак часовню не строил если бы у меня не было героя который приносил бы мне достаточное количество золота и это довольно таки интересно так раз раз что берем за одной гарпий тогда да понеслась все шакти едет тогда сюда мы здесь не можем высадить только вот здесь да блин неудобно если честно ой сразу бой и там даже штормовики имеются семя вайт для начала раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать вперед-вперед-вперед ай блин тогда лучше прикрываться наверно пытаться раз два три хотя скорость-то одинаковая не успеем мы прикрыться все не надо даже пытаться поэтому Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Надо садиться в лодку, поскольку делать тут больше нечего, и готовиться к тому, чтобы плыть вон туда за золотом, а плыть нам туда аж три дня. Продолжение следует... Продолжение следует... Смотрите, сюда мы доплываем, например, это будет шестой день, а встанем мы только на седьмой. То есть я минотавров так и не построю с большой долей вероятности. С другой стороны мы можем заняться вымениванием ресурсов. Давайте посмотрим, что нам надо. Десять самоцветов, десять руды. Ой, ну про замок, наверное, можно и не думать. Замок это вообще неподъемное. Ну хотя, десять, десять, двадцать. Короче, десять, двадцать. И остальные ресурсы нам вообще не нужны. То есть вся надежда сейчас на симку. Ну давайте попробуем. То есть этих можно семь штук продать. Есть. Кристаллы, сера и ртуть нам не нужны. Правильно? Ну правильно, да. Кристаллы, сера и ртуть нам не нужны. Поэтому их можно тоже смело продавать. Кристаллы. Сера. Ртуть. Так, дерево нам капает по два в день. Правильно? Так, капает по два в день. То есть дерево тоже, по идее, мы можем еще два продать. Дальше нам тут надо, получается, двадцать, то есть тринадцать можно продать смело. Таким вот образом. Таким образом у нас встает даже лабиринт. Вот почему внешний рынок считается имбой. Он и на 160% имба, а на 200% так вообще неимоверное. И сейчас вы наглядно видите, почему это так. Как там дела у соперника? Ну, вроде так же. Тоже есть небольшой герой, который приносит золото, но это, конечно, мелочь. Кстати, блин, а никто не дотянется, да? Чтобы разогнать главного героя на лодке. Почему же? Вроде дотянется. То есть если мы встанем от туточки, джеларушка. А, кстати, нет, не факт. У меня все-таки не дотянется, к сожалению. Да, жаль. Жаль, но никак. Ну, что ж поделаешь. Давайте Лар-Лейку еще сюда перегоним. В плане построек нам только на замок осталось собирать. Поэтому шестой день мы, наверное, не строим ничего. А на седьмой... Кстати, а на седьмой-то тоже, наверное, ничего. С другой стороны, если джелар возьмет склеп, то... Ну, блин, не знаю. Даже если джелар возьмет склеп, то у нас останутся... Большущие проблемы на самом-то деле. Но, возможно, есть смысл все-таки в склеп залезть. Я к этому пока что больше склоняюсь. Да, наверное, да. Наверное, будем лезть. Как ни крути. Но даже со взятым склепом шансы у нас, будем откровенны, на замок невелики. Даже очень. Как бы нам сейчас все это дело провернуть, так интересно. Все, шахти тогда поедет без армии. Просто заниматься собирательствами. А с другой стороны, мы же можем пойти взять склеп, а потом армию передать на шахти, и шахти даже с армией поедет. Может быть, замок даже заберет. Правильно? Я думаю, что да. Мне кажется, идея хорошая, но я, конечно же, не уверен на все 100, как обычно. Так, ну что, справа... Справа... По центру, справа... По центру, справа... И единички. Блин, ну с нулевыми уронами... Это действительно хорошая идея, как вы думаете? Что-то я уже не уверен. Да ладно. Все, пожелайте нам удачи, мы поехали. Склеп вроде как небольшой выпал. Возможно, это даже хорошо. Давай сюда. Попробуем накинуть щиточек пока. Wait. Wait. Угу. Давай наверх. Тоже наверх. Вниз. Wait. Wait. Так. Не подошли на ударную дистанцию пока. Хорошо. 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 Так, ну это уже опасненько на самом-то деле. Пойдёт. Потерями я доволен, и нам совсем чуть-чуть не хватает. Блин, ну это вообще какой-то троллинг. Если нам реально не хватит совсем чуть-чуть золота на то, чтобы отстроить замок. Блин, ну вот как так? Неприятный момент. Чего уж тут. Так, ну пробуем наменивать. Может и выкрутимся. Раз, два, три, четыре. Раз, ой-ой-ой, нет. Раз, два. Да ладно. Ребят, вы это видите? Тютелька в тютельку. Точь в точь. До последнего ресурса у нас всё срастается в отстроенный замок. Ой, жесть, внешний рынок, я тебя обожаю. Просто мега-отстройка. Просто топчик. Это было нелегко, но мы сумели. Выпадает месяц могучие горогоны. Соперника по городам пока всё так же. Сразу же подбираем свиток и надо бежать к городу. А там уже можно будет купить нового героя и всё такое. Как добраться к городу я пока не вижу. На следующий ход я могу его забрать. Ну, в принципе, так и сделаем. И тогда будем искать на тех зонах, где есть города, должны быть шахты с ресурсами. Вот именно шахты с ресурсами мне, по сути, сейчас очень сильно и надо. Иначе я лодок не настрою больше. И это для меня проблемно. Стоп. Меня ещё одно интересует. А тут не получится, да, где-то поставить лодку так, чтобы можно было через неё пробегать. Блин, жалко, жалко. Ну, возможно, это специально даже сделано в героях. То есть, проходов уже, чем две клеточки, нет. Иначе, возможно, это как раз и виделось бы очень читерным моментом. Давайте префектуру начнём копить золото с вами. Как там дела у соперника? Пока всё так же. Ну, а мы с вами едем забирать город. Для нас с вами это жизненно необходимо. Нет, ну, потери, я думаю, могут быть и поменьше. Однозначно станем так. 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 И вот так. Поехали. Они сами подойдут. Ударят по феечкам. После чего... А, ну, кстати, снимать ответки нам особо-то выгоды и не будет. Но это уже немножко... Другая ситуация. Ну и всё. Лидерство. Наверное, пока откажусь. В этом... Ай, я-то верно не могу построить, у меня единицы дерева нет. Ё-моё. Вот так вот бывает. Ладно, будем искать ресурсы в таком случае. Будем искать. А за что мне самоцветы капают? У меня же нет вроде героев, которые приносят эти самоцветы. Два родных героя пришло. Вот мне их надо будет выкупить на этой неделе. Но надо чуть-чуть подождать. А, стоп, я же шахту самоцветов забрал. Вот откуда они мне капают. Я и забыл уже про это. Стоп. Если прямо сейчас мы выменяем самоцветы на дерево... У нас же станет с вами это верно или нет? Да. И хватит на скупку одного из героев. Пусть это будет тот герой, который более быстрый. Мы его максимально попробуем с вами разогнать. Чтобы он успевал как раз-таки побольше делать. И мы уже видим, что снизу вроде как делать особо нечего. Пришло время покупать еще одного героя. Бенуциэлька, конечно, тоже очень топовый герой. Я предлагаю разогнать... Всех героев, в том числе и Джедита. И он у нас поедет... Кстати, я не вижу шахт. Я что, не в ту зону вышел? Надо будет по шаблону перепроверить. Вроде в зонах с городами я видел, стояли лесопилки и деревни, но здесь пока не вижу. Ладно. Есть где, в принципе, повоевать ресурсы, но когда я сюда бежал, я немножко на другое надеялся, если честно. Надо еще наверх сбегать, да? Там тоже есть что пособирать. Так, ну соперник отстал по городам. Кстати, в движении нигде его не видно. Я предлагаю гунарам углубиться еще дальше в этом направлении. Нашли. Все-таки лесопилка есть. Значит, все-таки это та зона, о которой я думал, смотря на схему шаблона. Так, где тут у меня Джедит? Мне надо рудничок. Вот, хорошо, отлично. Все, рудничок захвачен. И теперь можно будет полноценно заняться сбором ресурсов. Шакти, я думаю, надо вообще отсюда уезжать. Мы сейчас заберем всю армию. И поедем захватывать другие города. В принципе, можно с грифонами повоевать за ресурсы. А подберут их потом другие ребята, если что. Забираем, забираем. Сейчас армия, конечно, уже серьезно так поднакопилась. Ну и гильдию, я думаю, что мы строить будем с вами тоже в родном городе. Стараться это делать. Четыре стека неприятно. Ну вот, как-то так. Тут придется попотеть. Тут потери будут. Потери будут большие. Достаточно. Ну что, продолжаем, наверное, стоять на месте. Как-то так. Как-то так. Да, стараются сжирать один конкретный ударный стек. Пускай, наверное, его жрут и дальше. Все. А мы потихонечку с вами мучим на лодку. Остальные пока никто ничего делать не может. Мы можем руту разменять на золото и построить еще одну префектуру. Наверное, Синка этим и займется. И теперь у нас уже прирост по 2000 золота будет идти за каждый ход. Так, все, никаких движений так и не видим. Неужели там сложная ситуация, не дающая нормальную возможность развиваться сопернику? Ну, если так, то для интриги это тоже плохо. Так, нашли лечение. Гунару, в принципе, тоже тут особо делать нечего. Будет бегать, собирать ресурсы, которые мы отбили с вами до этого. Шактим. Садится теперь в лодку. Ему пришло время отсюда уплывать. Жаль, что я не подумал о... ...его разгоне. Ну да ладно. И, наверное, пришло время начинать отстраивать гильдию магов. Покупать книгу заклинаний потом. Стрелочку дают, ускорение дают. Замедления, кстати, нету. Это нехорошо. И перестройки гильдии нету. Насколько бы он не захотел с ею играть. Ну ладно. Что, следующий остров тогда, куда мы поплывем, это, может быть, вот этот остров будет. Причем мы, наверное, приблизимся сюда, нам передадут армию. И с этой уже армией мы поедем сюда воевать и качаться. Да, наверное, именно так. Что, ребят, у нас в гости. Только что приплывал соперник, у которого там грейженые стрелки были в наличии. Копейщики. Ну, то есть, армии было мало. Очень мало. И поскольку он приплыл именно с этой стороны, я теперь знаю, что именно там находится он. Бежать ли на всех парах и пытаться его убивать, я думаю, что пока нет. Пока нужно еще немножко развиться. И попробовать съесть побольше островов. Чтобы, даже если он начнет убегать от нас, чтобы ему в теории ресурсов досталось как можно меньше. Вот он приплывал. Причем он плавает главным героем. Абсолютно нераскачанная Сильвия. Почему я считаю, что это главный герой? Потому что, в принципе, то он плавает со всей или почти всей армией. Это меня наводит на мысль. Так, ну что, Шакти подплывет поближе тогда, чтобы мы могли передать ему армию. Давайте займемся скупкой. Нам хватает на всех минотавров, поэтому их покупаем. И побольше бихолдеров, наверное. Ну что ж, передаемся. Это у нас кто? Варилейка, да? Дерево выменивать нельзя. Нам надо его копить. Гарпий, конечно, лучше в грейженном виде держать. Но пока что и в таком виде сойдет. Так, ну что, Шакти сразу будет воевать. Специально делаем так, чтобы в этот день у нас поменьше простоев было. И мы с вами больше успевали. Продолжение следует... Поехали. Ну, пока что грызут именно наш аджор. Отлично, сойдет. Ты написал что-то похожее на подлодки. Нет, лодки. Строить подлодки это жестко было бы. В героях. Кстати, а в этой зоне у нас получается, что нету верфи вообще. Да, здесь нет вообще верфи. Ну да ладно. Гунара тогда... Не знаю. Просто сделаем небольшую разведку. Станем где-то... Кстати, пока мы были здесь, нам надо было сначала пробить адские огончики. Только потом уплывать. Это был бы более правильный вариант. Тогда бы мы хотя бы еще побегали в этой зоне. Ну, еще одна лодка очень сильно нужна. Чтобы лучше можно было сращивать цепочки. Ну, пока что, пожалуй, это все. Теперь армия уже не у главного героя со стороны соперника. Движения мы тоже не видим. Кстати, отбить золотую шахту было бы тоже очень-очень кстати для нас с вами. Наверное, мы с вами это и попытаемся сейчас сделать. Пробуем. Одному минотавра предлагают слить. Нам с вами наоборот этого не хочется, конечно же. Ставим минотавра внутри. И поехали. Без книги заклинаний все это пробивается гораздо сложнее. Так, траглодитами можно выйти сразу. Можно попробовать переждать. Если мы снимаем сейчас ответочку, то подставляемся в следующем раунде по 300... Нет, наверное, все-таки переждем мы еще один раунд. Правда, ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. А вот морали это уже плохо. Wait, wait. По кому мы там стреляли? По вот этим, да? Сколько там двоечка еще? Лупанем по тройке. Пробуем добить. Заходит моралечка. Ну, пойдет. Магию воздуха под ускорение, которое нам, в принципе, дали. Давайте на гарпиях разгонимся. Шестая скорость. Отлично. Остальные стоят по местам. Единицы дерева не хватает. Я думаю, мы сейчас ее доменяем. Я не помню, сколько у нас там вообще, в принципе, постройки эти стоили. А, ну нормально. Так, появилась еще одна лодка. Садимся. Джолар тогда занимает место Синки. Ну, а Ларелэй здесь на месте. С краешку будет стоять. Пока что. Ну, так в плане построек даже не знаю. Самое главное, что здесь не соперник на меня не может напасть резко, да? Потому что он пока ты встаешь или садишься с лодки, ты много очков перемещения. Не я точно так же. Ладно, следующий ход. Будем ли мы здесь что-то отстраивать в этом городе? Пока что смысла не вижу, наверное. Так, соперника все так же не видно. Хотя, кстати, по дереву и руде соперник лидирует. Но он, наверное, не транжирит его, так как это делаем мы. Я вот, знаете, что думаю. Раз уж мы здесь, давайте еще одну шахту отбивать. Тоже золото пока не буду подбирать. Чтобы выше шанс был, что я успею разогнаться на самой шахте. 40 штук. Неплохо. Поехали. Поехали. Ну и как хорошо. Должны встать, наверное, еще чуть-чуть поближе. В идеале. Нет, они прям подставляются под удар. Ничего себе. И мы тютелька в тютельку с вами успеваем разогнаться. Отлично. Так, синочка должна будет в цепочку пойти. Есть, в принципе, небольшой план. Хотя я, наверное, не успею сесть в лодку на следующий день. Поэтому план навернется. Но, тем не менее, пока будем придерживаться его, поскольку лучшего плана нет. Реально, большинством героев даже делают ничего. Мне как-то надо передать армию Нагунара, чтобы он пробился в эту зону. И потом уже с этой армией можно будет ехать куда-то дальше. Вкратце, план какой-то такой. Неделька заканчивается, поэтому будем начинать собирать с вами бонусы. Ну и, пожалуй, пока, наверное, все. Да, пожалуй, что все. Ух ты, месяц медузы. То есть, у нас медуз еще больше стало. Круто. И герой, кстати, топовый зашел. Ну, в плане того, сколько армии он принес, имеется в виду. Все, этого героя можно прятать, наверное. Хотя нет, пока прятать не будем. Забираем. Сейчас нам важно дотянуться до лодки. Мы не дотягиваемся. Ну, а раз мы не дотягиваемся, тогда, конечно, собираем ресурсы, которые здесь видим. Поэтому наш с вами план будет еще растягиваться. Ну, станем здесь вблизи, чтобы потом можно было армию по-быстрому забрать. Движений соперника нигде пока так и не видно. Второго города он тоже себе пока так и не нашел. Давайте так и сделаем. Выкупим пока что этого героя. Надо потихонечку, наверное, заниматься какими-то улучшениями. Почему бы? Не загрейдить один из ключевых стеков пока что. Одна гарпия на разгон. Все остальные у нас, в принципе, стоят по местам, да, ребята? Да, вроде как, да. Прибыл ход. Так, движений никаких. И все так же Сильвия не раскачана. Блин, ну... Если он прям вообще не успеет раскачаться, это вообще будет провал. Так, ладно, Синка должна забрать у него армию. Передать все это дело на Гуннара. Подойдя к нему впритык. Гуннар должен забрать армию у нее. Отлично. И Гуннар попробует как раз сюда же и пробиться. Причем больше ему тут армия не надо будет. Дальше он просто собирательствами будет заниматься. И больше, и больше, и не меньше. Так что вернет армию сразу же назад. Так, так, так. Самое главное, что нет грейженого стека. Это прям удача. Но когда ты проигрываешь по скорости, конечно, бои всегда не столь приятны. Пойдет. В любом случае меньше, чем они предлагали. И поехали, поехали все это дело собирать. Конечно, можно было бы еще и кристальную шахту отбить, все дела, но... Это долго. К сожалению, для нас это долго. Мы, если что, будем заниматься через внешний рынок вымениванием недостающих ресурсов. Так, что мы будем с вами делать и строить? Продолжаем заниматься грейдами, что ли? Или, может быть, еще одну лодочку поставим? Вот, кстати, насчет еще одной лодки. Вроде как, смысл-то в этом есть. Какого-нибудь аджета, да, отправить? Итого у нас уже будет три героя на лодках. Грибные кольца поставим. Золото у нас выше крыши. Кстати, а если, типа, две лодки поставить, чтобы свободно можно было бегать? Это вообще реально или нет, так делать? Ну, по крайней мере, хотя бы ради интереса посмотреть, как это происходит, было бы неплохо, мне кажется. А, тут даже два есть. Как бы нам даже не через эту зону приходилось потом в океан выплывать. Просто если вот здесь не окажется прохода, это, конечно, будет небольшой провал для нас с вами. Надеюсь, искренне, что этого не произойдет. Ну, есть всего одно... Вот, наконец-то он начал качаться. 4-3 стало. На 1-3-3 только пошла раскачка. Ну, может быть, там, на день раньше это произошло, но не суть важна. Так, и поскольку мы с вами не доплываем до самого верха, это говорит о том, что мы можем с вами сейчас попробовать загрейдить эту армию перед тем, как ее все-таки передавать. Поэтому синка подплывает сюда. Гунар мчит у нас вниз. Ой-ой-ой, книжка воды, и тут не пройти. Ну, что ты будешь делать? А почему я золотую шахту-то не забрал, пока здесь был? Ой-лоу. Ну, кстати, книжка воды со своим хождением по воде. Блин, охрана, конечно, жесть. Охрана, жесть. Но надо иметь в виду, это реально тема. Или, может, пока не грейдится. Но я думаю, что загрейдить армию, может быть, это и неплохая идея. Вообще, надо джедита тоже отсюда убирать. Толку от того, что он стоит на месте. Здесь он может играть гораздо более важную роль для нас. И быть в разы полезнее. Нам как-то, вот я не знаю, золотую шахту эту надо пробить в ближайшие дни. Как это все лучше реализовать, пока под вопросом. Ну что, Ларелейка забирает все это дело. Увозит домой на грейд. Грейд троглодитов, серьезно? Ну, этих-то ладно. Ну, я бы гарпи лучше загрейдил. Но на них у нас нет серы. В принципе, эта сера сейчас может появиться. Вот таким вот образом. Теперь мы можем сделать грейд гарпи. Вот. Здесь вообще всех ресурсов по одному надо. То есть, опять серу надо будет выменивать. Так, выкупаются все эти ребята. Гарпи у нас грейженые. Кстати, тоже можно выкупить побольше. А это все пока что в городе. Я не знаю, есть ли смысл рисковать и подставляться под соперника, который может быть где-то здесь. Ну, рискнем. Если что, сыграем тогда за другого какого-нибудь героя. Что может сразу тогда единичку серы. Да? Да. Наверное, как-то так. Так, и у нас есть еще один непроверенный герой. Который тоже должен в цепочке играть одну из важнейших ролей. То есть, у нас сейчас план отбить золотую шахту. После чего передать армию на шакти и поехать отбивать серную шахту. А дальше, если окажется там проход, то едем на соперника. Если нет, ну, тогда беда. И тогда, наверное, придется возвращаться в эту зону плюс песочную. И в этих зонах тогда уже смотреть, что мы будем делать с вами далее. Как-то так. Спасибо за подписочку, ребят. 4-3 пока все так же остается. Ой, сейчас нам реализовать этот сложнейший план. Кстати, надо будет дипломата обязательно выкупить. Возможно, именно на дипломатии мы с вами разовьем наш успех еще больше. И хочется заградить сейчас пока что бихолдеров. Отлично. И получается, что именно троглодиты у нас больше всего тормозят, мешают нам. Ну, ничего страшного. Вот такая вот армия в итоге получается. Так, передаем сюда все это дело. Правильно, свитки отдали, отдали. Едем назад. А вот теперь по поводу синки и аджета есть вопросы. Я бы такой, что передать барну именно на аджета. Если это возможно. Это возможно. Хорошо. Кстати, зря я стал убегать. Надо было все-таки забрать гарпию, чтобы ее тоже загрейдить. Ладно. Это полбеды. Так, становимся здесь. Дальше работает наша почта. Так. Армию будем передавать на Гунара. Так. создает еще и водяные зоны. Ох, сейчас, конечно, больно будет сражаться, но надеюсь, что съедаться будут именно троглодиты. А могут ли они съесть больше троглодитов, но меньше гарпий? Наверное, навряд. Но можно же им, типа, посоветовать это сделать, не так ли? каким-то таким макаром. Они как бы соединяют сухопутные, но, видимо, они всегда маленькие, даже когда сухопутные больше. Ну, может быть, да, может быть. 14. Придется, наверное, стоять на месте, но есть шанс слить кого-то поважнее. Прилетело все-таки, да? Ну, ладно. Но в целом потерями можно сказать, что я даже и доволен. Три. Два шага. Так, передаст ли он на Аджета? Успеет ли? Ой, какой красавчик. Вообще, тютелька в тютельку, как обычно у нас это любит срастаться. И теперь уже Аджет спокойно передаст армию на Синку. Синка, в свою очередь, на Шакти. Хотя она не дотянется до Шакти. Что тоже довольно интересно. Тогда мы знаете, что еще мы можем успеть сделать с вами? У Джиллара есть? Мовы есть. Я хочу загрейдить троглодитов. И пусть этим займется Джиллар. Гарпион разгончик. Это у нас с разгоном вообще какой-то бред получается. Давайте Шакти пока посмотрим. А, нет, здесь проходов нету. Ясно. давайте тогда пока что припаркуемся. и вот теперь уже пожалуй для Джигита с этой стороны особо этой занятий и не осталось. Осинку мы поставим повыше. 2-2-2 и она кстати немножко не дотянется. Блин, ну у нас все немножечко затягивается на целый день в таком случае. Давайте почитаем что там писал. Чем больше зон, тем больше и водных зон получается. Ну и объекты появляются в большем количестве. То есть эти водные зоны они немного незаконные, недокументированные. С помощью шаблона ими управлять нельзя. Но это да, в этом плане я согласен. так что у нас там за сообщения были на 8 типа джебуса. ну на 8 обычно с компьютером играют Excel плюс U шаблоны 8 MM6A 6 LM 10 А к примеру мини ностальгия но это опять же больше заточенные шаблоны 4 3 пока все так же дела идут. По золоту кстати соперник вышел вперед в который раз он подплывал поближе к нам да, мы не успеваем к сожалению подвести армию но скупиться все равно попробуем как можно сильнее грейд троглодитов возможен да, возможен у нас наконец-то теперь хотя бы они нас чуть меньше замедлять будут что уже хорошо гарпио грейдим которая у нас была не грейженная до этого момента ну и стрелков набираем как можно больше все думаю этой армии будет достаточно плюс-минус лорелейка попробуют передать на синку так отлично симка тарабанит все это дело наверх ну а шакти что шакти пока просто пособирает ресурсы лорелейка хотя может быть тут ему и надо стоять примерно надо куда-то запускать аджета но я думаю что аджет нам будет полезен именно с этой стороны чтобы разведать оставшуюся зону которую мы пока что с вами не контролируем джеди то наверное надо спрятать хотя с другой стороны нет прятать мы будем гунара потому что он нам не нужен аджет он все-таки герой полезный у него есть грамотность которую мы с вами и попробуем использовать если что себе в плюс так приходит ход давайте с вами тогда передаем армию дальше наверх посматриваем в сторону соперника вроде пока не очень качается а вы знаете я даже с синкой буду полностью выходить на эту территорию и это будет связано с тем что ей потом надо будет разбежаться тут что-то похожее на обзорку где-то я видел блин или это не здесь было а я может быть на вот это вот подумал или нет или на вот это хотя то горы ладно наше дело чистить зоны а не размышлять что же там такое с одной стороны можно повоевать с другой стороны повоюем отлично сразу же тогда с вами и разгоняемся таким вот образом армию нам на следующий ход передадут а хотя стоп мы вот так вот сделаем остаемся на разгоне и садимся в свою лодку отлично и готовимся уплывать в таком случае гунара прячем он свою миссию хотя почти выполнил почему он у нас поедет как раз таки вот сюда джедит а как раз таки мы с вами назад загоним сюда на внешний рынок кстати экономика теперь уже очень хорошая становится я вот даже думаю они начать ли нам отстраивать второй город потихоньку типа кузницу пока влепить ну тут пока такой агрейдами заниматься потихонечку того что и так есть ух ты хорошая зона тоже трыжачок то есть получается вот это у нас трыжачок вот этот трыжачок и тут честно говоря тоже похоже на трыжачок но только такие знаете слабенькие трыжачки вот этот сильный трыжак вот этот пока не видно а вот этот трыжачок он очень слабенький пока но мы еще не все разведали поэтому может быть что-то там толкового мы с вами еще даже успеем найти так ну движений со стороны соперника пока нет вроде все спокойненько блин ну а же там тут кроме как совсем небольшую разведку сделать особо ничего и не получится просто отсюда уходим и так ладно синка сейчас должна передать сначала армию и только после этого она уже попробует поискать а нет ли с этой стороны у нас верфи но пока ее не видно осталась маленькая часть поэтому шахте придется разворачиваться стать как-нибудь так куда сможет кто-нибудь дотянуться и разогнать да где-то там вот мы и станем то есть шахте поедет у нас по над берегом так получается Джилар должен достать и разогнать шахте причем даже на девятой скорости почему бы нет Джилар а так он тоже впритык тут успевал ясно лорелойку все равно пока будем с вами где-то здесь держать здесь она может кого-то разогнать тоже пока где-то так стоять ну и продолжаем с вами отстраивать наш второй город если отстроим с вами ангелов будет круто ой ребят мы с вами же забыли что надо дипломата выкупить потому что без дипломатии у нас не будет плана а это уже плохо ну так больше а мы ее кстати вот сюда поставим здесь она нам сможет даже где-то в какой-то момент и помочь все расставились под конец недельки с вами ух ты еще и неделя алибарщика началась представляете и соперник наконец-то добрался до второго острова где как раз таки была армия так а куда у нас успеет шакти пробежать может за ящиком пандоры ну блин оно болезненно будет пробиваться здесь тоже болезненно но именно здесь находится верфь которая позволит нам выйти в океан давайте тогда синка пусть проверит если она здесь найдет все-таки верфь да и она находит верфь значит тогда именно отсюда можно будет отправиться к сопернику наверное но е да именно так здесь просто самый безболезненный вариант пробивки у нас получается поэтому я и предлагаю именно туда отправиться плюс у нас уже там немножко налаженная система ух ты мантикор можем даже построить серьезно это интересно дорого но интересно так стоп у нас еще есть гонар который забирает бонусы после чего мы можем его даже спрятать затем в городе мы с вами можем порталы строить бестолку нычек у нас нету вот кстати еще приходит часть армии которую мы тоже можем с вами загрейдить самое главное это минотавры давайте немножко наменяемся на золото потому что минотавров хотелось бы выкупить всех которые у нас тут есть так гарпии вот как-то так передадим тогда сюда джелар садится в лодку в принципе с вами уже определились куда мы пойдем ну ларелэй на месте хотя вообще вообще возможно есть смысл еще одну лодку покупать надо про это подумать причем под дипломата это делать ну пока что недостаточно но скоро будет достаточно ларелэйка садится на внешний рынок джелар ушка передает армию на шакти вот как-то так кстати мне не нравится то что шакти у нас без книги заклинаний бегает вот это конечно уже полнейший бредик так ну а так героев надо уже отсюда убирать потихонечку домой джедит все так же продолжает стоять и ждать каких-то полезностей а книгу воды мы вот прям реально забиваем на нее и не поедем брать да получается что так это у нас синка которая уже отходила правильно правильно все следующий ход так как там дела еще один герой появился ну шакти надо разгонять тут без вариантов мы в принципе с вами так сейчас и сделаем пробить бы этих кстати ну вообще да вообще да пробить бы их очень даже не мешало но спешить в этом деле все равно не будем разгоняем шакти пока что дальше дружанька наш давай наверх а тут точно прям да вот на сто процентов нету может вот здесь где-то верь закралась кстати сюда бы а ну в принципе мы договорились не воровать из-под охраны ну да тогда без толка лодок у нас там целая куча получается уже с той стороны что мы с вами придумаем может быть конюшенку тогда пока поставим хотя это дорого но с другой стороны пусть будет лишние это армия явно не будет для нас что продолжим заниматься грейдами тогда ну портал вызова без толку пока просто следующий ход опа то есть соперник либо в этой либо в этой зоне а может быть это даже одна зона что скорее всего 033 что он пересел что ли с одного героя на другого пока что не очень понял так синка передает армию давайте подкачивать шакти только синка должна отойти чуть-чуть может быть арты хорошие выпадут может же такое быть 50 штук сверху снизу в принципе что там что там закрываться примерно одинаково поехали стоим на месте главное чтобы моралик не было как раз таки из-за моралик все может стать в разы хуже так ну что снимаем ответочку тогда подставляться нежелательно под второй стек гарпия сверху тут wait 15 снимаем ответку ой ну из-за морали все из-за морали пошло не так больше троглодитов слили чем надо так элементали земли у нас лучше если у соперника есть какая-то слили то паусь потому что все со снятием ответок это все со снятием ответок должно браться Попробуем тогда сверху разобраться Там у нас будет один дружань Стоп, нет, не так Ты давай сюда А вас поставим по центру Поехали, посмотрим, как они разойдутся Немножко не так, как мы думали Ну, чего мы хотели, в общем-то Ну, нет, наверное, на всякий случай ответку снимем Потому что мало ли как там будет в будущем складываться Тут тоже снимаем с вами ответочку Да, наверное, снимаем ответочку Хорошо Ну, а тут надо отойти Спешить с вами, пожалуй, не будем 400, это десятка Минотавра солью, если ударю сразу Ну, кем-то снимать ответку придется Ладно, пока на месте Кстати, гарпиями можно разрулить То есть долго, нудно Заниматься их разводкой И просто в итоге выбить именно гарпиями Продолжаем стоять Снова удар гарпий Ну, чуть-чуть по времени Не будем спешить Блин, надо было бить Как показывает практика Ладно Тоже чуть больше потеряли, чем могли бы Поиск пути С учетом снежной зоны И так далее Возьму так и быть Логистику тоже возьму Выбить гидр без маны Будет сложновато Да и вдруг там магия Не знаю Нагобанк может попробуем брать С вами в ближайшее время Ну, а Синка пока разгоняет Главного героя Встанем здесь Аламара чуть-чуть вниз Если надо будет делать Какой-то подвоз Дерево не хватает Да, тогда цитадельку С вами ставим Так, смотрим 5-3-1-2 То ли достал артефакты То ли я даже не знаю Но похоже на то Что достал артефакты Ладно, Синка передает армию Мы едем с вами дальше качаться Побольше единичек По центру Хотя нет, наверное Вот так по центру Вот так по центру Так Ну, в общем Взятие будет у нас Очень интересное Мягко говоря Слева Как-то так Какова величина Да Небольшой вроде как Ногашень Кстати, на габанке Поскольку мы играем С плагином Который называется Бен Бакфиксис Дает серу Ой-ой-ой Тут надо отходить Единичка Отбежали Единичка Единичка Ой-ой-ой-ой-ой Что ж по моралям То нам тут выпало Совсем не то, что надо Печально Вейт Ну, главное, чтобы не моралились Будут моралиться Опять Пойдет беда Да Похуже подрались Чем в принципе Нам предлагали изначально Но Это из-за морали Всегда, когда ты Собираешься передираться Если тебе что-то не понравилось Ты всегда должен понимать Что там могут быть Эти самые моральки Ну что Пришло время построить лодочку И даже сразу же В нее сесть Собираемся плыть На новые острова Теперь по поводу синки Нам здесь надо выстраивать Сепочку, да Пока что останемся на разгоне Так Тут на месте Тут на месте Блин, ну у нас там лодками Уже все заставлено Все туда плывут А назад никто не возвращается К большущему сожалению Проходов не хватает Скоро затоплять вообще Корабли надо будет Некоторые Медуз побольше Набираем Ой, не то Не то, не то, не то Конечно же Лары Лэй Сера И всего по чуть-чуть В общем набираем И назад Ну а ламар Останется пока тут Ажем Передаем все на аджета И аджет попробует Еще немножко армии Да подвести Хотя конечно С каждым разом Делать это все сложнее Еще и чтобы Это как-то срасталось Там Гильдию надо строить Вот что Сто процентов Чем быстрее мы Получим с вами Дверь измерений Тем лучше Ну а единственный город Где мы с вами Можем попробовать Это сделать Это здесь Плюс Собирание ящиков Пандор Может нам в этом деле Очень сильно тоже помочь Так Как там дело 7 3 1 2 Неужели все таки Этого качает И более того Я перестал Видеть передвижение И я понимаю Что сейчас даже армию Не смогу эту использовать Которую аджет Подвезет Потому что Мне надо будет Сейчас синкой Передаваться сюда Ну К сожалению Но это приходится Признавать И пока придется Воевать именно Той армией А Шакти должен Будет Ехать у нас В слепую В зону В которой Есть один из героев Соперника Так Это интересно Как минимум Давайте с вами Посмотрим Что тут у нас Имеется И почему Соперник Отсюда Не вернулся Это тоже Интересно Или может быть Нам лучше Слева С вами Высадиться В одной из зон Кстати Слева Мы тоже Можем высадиться Пока что Зоны слева Мне даже Больше нравятся Да Давайте Так и Сделаем Вот только Вопрос Лезть ли нам Сразу На птиц Довольно Интересный Вообще Артефакт Такой Что Ну Не настолько Он хорош Да И еще Одна золотая Шахта Которую Мы можем Попробовать Отбить С вами Ну Остальные У нас Остаются Пока что По местам Что Рынки Кузницы Отстраивать В таком Роде Все Башня Грифонов Но Она Не требует Дерево Поэтому Давайте Грифонов Отстроим Пущай Будет Но Остальные У нас Никто Плавать Не может Поэтому Следующий Ход Будет Вот Вот И все Следующий Ход Да Как то Так Так Приходит Ход Движений Со стороны Соперника Мы не Увидели Неужели Он сюда Приплыл И проиграл Был Какой-то Бой Пока что Не очень Могу Понять Но С учетом Того Что Здесь Золотая Шахта Это Значит Что Наверное Здесь Города Нет Я Сейчас Даже На схеме Специально Посмотрю Но По-моему Не Было По-моему Если я Не ошибаюсь Не было Там Такого В общем Ладно Не могу Найти Но Вроде Не было Если Что Что Гноликов Мародеров Попробуем С вами Может быть Хлопнуть Охрана В принципе Довольно Легко Должна Для нас Пробиваться Причем Гораздо Проще Чем Нам Предлагают По идее За счет Двух Топовых Юнитов Которые У нас Есть Лишь Бо Морали Не Было Будут Морали Конечно Будут И Потери Гораздо Больше Хорошо Без потерь Спокойненько Разобрали И Начинаем С вами Движ Ой Стрелковая Охрана Шахта Самоцветов Которую Соперник Не захватил Кстати Пока И Непонятно Ну по идее Там проход Будет Стало Быть Попробую Стоп Прикрывать Нам надо Даже Несколько Важных Юнитов В эти Важные Юниты У нас Входят И Гарпии Тоже Ой Нет Не получается Нормально Закрыть Наверное Вот так Вот с вами Даже Сделаем Чтобы Они Единички Грызли Я почти Уверен Что они Будут Накидываться Именно На Единички Все Пошла Жара Можно Открываться Теперь Вот так Вот с Потери Одной Единички Ну нет Золота Нам не Надо Берем Тогда Поиск Пути Раз Таки Дела Ооо Так Можно Наверх Пробежаться Даже Минотавры Так Передаем Сюда Армию Синка Получается Все это Дело Забирает Потихонечку И В принципе Нам надо Делать Подвоз Хотим мы Того Или нет Поэтому Садимся На корабль Дерево Очень быстро Уходит Я Поэтому И Писал По поводу Того Что Здесь Чуть ли не В каждой Зоне Надо Лесопилку Ставить Потому что С лесом Постоянно Большая Большая Беда Мы Просто Не Успеваем С вами Вовремя Все Строить Ну Беда Беда Да Все Следующий Ход Теперь Для нас По сути Интересный Вопросик Так А он Отсюда Так и Не Уплывает Да Продолжает Оставаться Там 50 99 Не Это Сильно Много Это На Полном Серьезе Слишком Много Можно Попробую Ну Блин Даже Лечей Пробивать Пока Что Проблематично Можно В принципе С птичками Повоевать Так Вариант Тем Более Их Там Не Должно Быть Слишком Много Я Думаю Но Есть Птицы Грома Это Уже Проблема Спрятали Спрятали Поехали Тут Уже Потери Будут И Потери Будут Хорошие Но Хорошие Не Для Нас Конечно Ж То есть Можно Бить Да Хорошо Блин Нельзя Отойти Иначе По Гарпиам Налетят Вейт И Сейчас Прилетит По Гарпиам Как Раз Таки Да Прилетело По Гарпиам Как Мы В принципе И Предполагали 11 Гарпи Отдали Зашла Стрельба С Четом Магии Земли Доспехов Нет Я Думаю Может Отказаться От Стрельбы Стрельба Хотя Нет У нас Будет Два Стрелковых Стэка Наверное Все Таки Возьмем Плохо Что Одного Шага Теперь Не Хватает Чтобы Сюда Сесть Вот Это Уже Действительно Проблемы Что Попробуем Высадиться Посмотреть Что У нас Тут Да В Этой Зоне Или Лучше Станем С вами Тут Очки Знаете Что Можно Хранилище Ресурсов Построить Ну Правда Нам Нам Пока Даже На Рынок Не Хватает А Кто У нас Стоит На Рынке Кстати Нет Не Ты Лорелэй Вымениваем Одну Мы 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 Гильдию С вами Так Не Строим Все Еще Строим Рыночек Да Надо было Уже Давно Начинать Отстраивать Именно Гильдию Магов Мы Как То Мы Ерундой Страдаем Так Пять Кристаллов Кстати Еще Седьмой День Стоп Мы Можем Вообще Мантикор С вами Построить Это Вообще Наверное Лучше Всего Ну В плане Подвоза Армии Имеется Ввиду Реально Топовый Вариантик Так И это У нас Аджит Вот Именно Аджита Мы Будем Использовать На Подвоз Армии Поэтому Сразу Ж Его Садим И В Ближайшее Время Попробуем Организовать Еще Какой Нибудь Подвоз Если Что Можно Даже Поставить Аламара Выше Чтобы Проще На Аджита Было Передавать Армию Месяц Пегаса И Пегаса Перекрывают Здесь Проход Ну Ладно Это Еще Пол Беды Кто Там Приходит Еще Нам Немножко Армии Приносит Но Мы Пока Разберемся С той Армией Которая Уже Есть Я Думаю Так А на Грейд Нам Надо Единичка Дерево Выменяем Лимы Чтобы Сразу Ж И Скорпикор Брать Ну В принципе Я думаю Можно Пока И без Грейджина Скорпикор Обойтись Более Чем Как То Так Стоп 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 Где Наш Гуня А Мы Гунара Вообще Спрятали Понятно Что Мы С вами Еще Можем Может Быть Гарпий Да Все Таки Гарпий Это У нас Топ Один Юнит В Большинстве Случаев Точнее Один Из Топ Все Аламар Забирает Сейчас Подъедет Аджит Желательно Стать Где Нибудь Так Чтобы Него Успели Передать И Он Еще Успел И Высадиться Пока Что Вроде Успевает Аламар Отличненько Передается Яджет Едет Дальше Но Сращиваться Цепочки У нас Будут Не Очень Быстро Вот Смотрю Тут Какая Конная Охрана Стоит Так Синка Получается Ни На Кого Ничего Передавать Не Может Поэтому Шакти У нее Армию Заберет В принципе Сам А вот Из Интересного С одной Стороны Синку Можно Поставить Снизу Но С другой Стороны Все равно В течение Раунда Передадут Передадут Не Поэтому Можно Попробовать Немножко Разведаться Посмотреть Как тут Дела Вокруг А это Пегасы Через Которых Можно Тоже Попробовать Пройти Но Это Охрана Кстати Для нас Уже Более Пробиваемая Чем Некоторые Предыдущие Что Побегаем С вами В этой Зоне Или Как Квест Какой-то Просят Ну Да Мы Наверное Хотим С вами Побегать Повоевать Тем более Грейженого Стека Здесь Не Оказалось Мы Это С вами Сразу Увидели Не Давайте Чуть Чуть Назад Вот Так Вот И Ставим С вами Медуз Что Будут Бить По Медузам Или Скажут Нет Пока Что Вроде Не Захотели Ну И Все Единичку Только С вами Потеряли Священный Брелочек Говорят Привезите Так И Вот Тут Начнем Шахты У Соперника Отжимать Мы С вами В принципе Видели Что Он Тут Бегал Так А Где У Нас Кристальная Шахта А Так Это Может Быть Кстати Хорошая У нас По Крайней Мере Это Трежерная Зона Была Очень Хорошая Значит Вполне Возможно Что И Для Него Она Примерно Такая Же Ну А Так В принципе Следующий Ход Что Тут Еще Скажешь Ларелейку Можно Спрятать При Желании Сюда Выпустить Выпустить Гунара Гунар В свою очередь Забирает Бонус И Садится Назад После чего Мы опять Выпускаем Ларелейку Которая Точно Так же Остается На Разгончике Ну И Она Продолжает Заниматься Своими Же Делами Так 5 Руды Будет 5000 Золота Будет То есть Чем Быстрее Хранилище Ресурсов Построим Тем Лучше Так Что Мы Видим Бен 80 Покинул Игру Что Случилось Со связью Проблемы А Критическая Ошибка Вылетела Интересно Сейчас Узнаем Мне Грузить Или Ему Так В этот раз Вроде Крашика Не было В движении Со стороны Соперника Как не видел Раньше Так не вижу И сейчас И Синочка У нас Продолжает Исследовать Неизвестные Для нас Зоны Ну А тем Временем Продолжает У нас Бежать Аджит Вообще Если бы Была Какая-то Возможность Эти корабли Вернуть Назад Но Этой же Возможности Нет Вот в чем Прикол До тех пор Пока мы Не захватим Один из Его Городов Это будет Продолжаться И дальше Я вот Думаю Очень большое Количество Обелисков Может быть Попробовать Грааль Построить Что ли Как думаете Посмотреть Хотя бы Где он Находится Ну Как минимум Было бы Наверное Ух ты Ё-моё Ну Скажу я вам Это Стоящие Вещи Тоже Хорошая Трыжа Так Ну Стрелков Это Как раз Таким Мы С вами В состоянии Пробить Они Вообще Даже Не захотели Драться Там Улики Еще Одна Зона Соседняя Ее Мы Тоже С вами Попробуем Проверить По Шурику Так Сказать Так А что На ГМ Кристаллов Не хватает Да Не хватает Кристаллов Давайте Тогда Посмотрим С вами Где Мы Их Можем Выменять Кристаллы Эти Все ГМ 2 Пошел Что Там Далее Ну Воздушная Стрелочка Есть Уже Хорошо Будем С вами Так Считать Ну И Следующий Ход Наверное Да Так Смотрим Какая Там Ситуация У соперника 3-5 Ну Мне Сложновато С ним Будет Воевать Если Опа И Кто Здесь Это Сильвия Ребят Так Это Интересно Это Реально Как Минимум Интересно То есть Он Может Помешать Сращиванию Нашей Цепочки Если Что Кстати А может Быть Его Зона Вообще Здесь Это Будет Провал Может Он Поэтому И Спешит Вообще Домой Но Самая Сильная Охрана У него Не На Сильвии Ну Там Охраны Ну Точнее Армии И Правда Не Очень Много Да Ребят Это Похоже Его Родной Город В Который Мы Сейчас Едем Нашим Шакти Ну Что Ж Тем Интересней Будет Вот Собственно И Сам Город Уже Виднеется Так И Герои У него Уже Ангелы Есть Но Внутри Города Особо Больше Никого И Нет Ангелов Несколько Имеется Ясненько Но Армии Мы Потеряем Тоже Очень Много Когда Будем С ним Сражаться Замок Отстроен Ясненько Кто То Из Героев У Него Еще Там Находится Ясненько Так Это у нас Тут Кто Находится Аджет Аджет Может Сесть И Купить Лодочку Но Блин Я не Уверен Что Он Пробьет Вот Эту Армию Со Стороны Соперника Поэтому Может быть Чуть Чуть Повременить И Подождать Нам С вами Тогда Заодно Может быть Подвести Чуть Попозже Блин Как Как же Мы Умудрились Книгу Но У меня Это Уже В Порядке Вещей Конечно Так Долго Не Покупать Книгу Для Главного Героя Без Книжки Будет Очень Тяжело С Книжкой Тоже Ненамного Проще Бы Стало Но Тем Не Да Вот Если бы Мы Вот Здесь Тогда Освободили Героя Возможно Он Был Бы С Маной И Это Решило Бы Нам Целый Ряд Вопросов Но Пробивать Минотавров Еще В Грейженом Виде Это Очень Больно Всегда Так Ну Что Будем Делать Наверное Давайте Все Таки Купим Лодку Попробуем По Крайней Мере Наменяем На Нее Сейчас Ларлейкой Захочет Ли Он С Нами Тут Воевать Вопрос Есть Три Гарпии Если Что Стрелки Имеются Посмотрим В общем Ладно Я думаю Повоюем Если Он Решится Все Таки Восьмая Скорость Против Седьмой С его Стороны То есть Как минимум Стрелять Мы должны Первыми Суббота И собирать Нечего Да Ну Со склепами Ему Четко Зашло Вот Откуда Он Брал Золото Поначалу Ну Ладно Следующий Ход Наверное Давайте Джилара Сюда Сюда У нас Уже Стоит Один Герой Готовый Садиться И Заниматься Подвозом Армии Но Это Слишком Долго Попробуем Разменяться С соперником Если Получится Забрать У него Город Сколько У него Там Ангелов Интересно Насколько Давно Он Их Построил Этот Вот Вопрос Очень И Очень Интересен Сам Замок Конечно Долго Будет Падать Смотрим Чтобы Точно Все Отходили Ключевые Ну Вроде Ключевые Да Итак Что мы Видим Соперник На нас Выбежал Даже Сам Так Сколько У него Ангелов Три И он Кастовал Сразу Камни Кожу Отбиваться Нам Особого Смысла Я думаю Что нет Поэтому Попробуем С вами Как раз Таки Стараться Бежать По большей Части В Атаку Наверное А у него Ооо Я даже Расставиться Не могу Но это Тогда Вообще Все Очень Плохо Прям Хуже Некуда Разменчик Идет Ну Ладно И В отличии От нас Он Улики Все Таки Собирал 15 Монахов Нормально Так Скупился Ну Что Стрелки У него Одни Вот По Ними Стреляем Минус 2 Монаха Всего Лишь Пробуем Закрыться Как Нибудь Наверное Ему Придется Ити В нашу Сторону С большой Долей Вероятности Что Приложимся Тоже По Монахам Девять Штучек Так Девять Будет Для нас Тяжелый Конечно Очень Сильно У него Есть Время Подумать По Кому Лучше Всего Стрелять Монахи Наносят Урон 66 А Они Дважды Стреляли И Он Решил Снять Единички Ясно Ну Это Тактический Больше Ход Чтобы Мои Стрелки Не Были Прикрыты Ясно Ну Тогда Ангелы И Крестоносцы Сейчас Для меня Тут Несут Наверное Наибольшую Угрозу Так И он Сразу же Подходит Шестая Скорость Против Восьмой Ну Ну Понеслась По боевым Статам Он Намного Сильнее Из-за этого Нам Придется С вами В определенный Момент Даже Откупаться Постараемся Постараемся Разменяться В плюс А это Здесь Сделать Будет Крайне Крайне Сложно Чем Хуже Будет Пробивная Сила Тем Лучше Блин Жаль У него Там Арты Классные Лежат Вот Если бы Мы их У него Из-под Носа Забрали Было Бы Хорошо Но Я Не Рассчитывал Увидеть Здесь Прям Его Зону Сразу Так Что Может Быть Мы Сейчас Очень Быстро Даже Вернемся Ну Не Может Быть А Реально Может Конечно Случиться Ситуация При Которую Нам Даже Сбежать Не Даст Это Прям Будет Печалька Ну Зато Мы Знаем Что У него Есть Экспертная Магия Земли Если у него Замедление Пока Непонятно Посмотрим Как раз Таки И вообще Посмотрим Сколько Золота У нас Есть С вами На Откуп Если Что Так Подлетел Поближе Вот Экспертное Замедление Тоже Есть Ну Вот В принципе И Все Так Что Будем Откупаться Получается С Очень Малым Количеством Армии К Сожалею Так 19 Гарпий Вырезал Ну И Дальше На Минотавров Понятно Колесоносцами Тоже По Минотаврам Наверное Да Так И Все И От Огромного Стэка Минотавров На Который У нас Была В принципе Ставка Ничего По сути И не Остается За Этот Раунд Ну И Когда Книги Заклинаний Нет То Конечно Ответить Особо И Нечем На Все Эти Действия Со С С С Соперника Так 164 Выйтимся Не Будем Пока Спешить Посмотрим По кому Будет Бить Более Выгодно Возможно Это Виверные Возможно Это Крестоносцы У которых Вообще Один ХП Остался Может Быть Удастся Минусануть Их Даже Парочку Так 164 Гарпиями Пока Что Тоже Наверное Спешить Не Будем И Попробуем Хоть Одного Ангела Ему Но Минусануть Если Получится Минусануть Два То Вообще Красота Так Итого Два Ангела Бьем Наверное По Крестам 94 ХП Мы Не Убиваем С Вами Да Хотя Бить Дальше Щитки Вот Это Топовое Решение По сути Ему Очень Классно По Магии Завезло Все Три Ключевых Заклинания На первом Уровне Из Магии Земли Все Три У Него Есть Так Гарпи Остается Очень И Очень Мало В этом Бою И Все В этом Раунде Уже Мы Точно Готовимся С вами На Откуп Поскольку В этом Раунде Я Уже Сделать Особо Ничего Не В Состоянии Буду 87 ХП У Ангелов Да Уж Так Ну Бьем Тогда Не По Ангелам Стало Быть Вейт Или По Ангелам О Так Мы Убиваем Ангела Бьем Конечно Вот Вон Минус Ангел И После Этого С нашей Стороны Идет Наверное Откуп 11 300 Нет Кстати Мы Не Можем Себе Позволить Именно Сейчас Откупаться В Таком Случа Выбиваем Ему Копейщиков Таким Вот Образом Ну Почти Выбиваем Остается Один Ангелочек Хорошо А если Бо Он Щиток Не Накинул То Может Быть Да Нет Не Убили Бо Мы Все Равно Хп Конечно Оставалось Бо Меньше Но Все Равно Бо Этот Ключевой Для Него Стэк Мы 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 Не Добивали Здесь Вот А представьте Что у нас Была бы Магия Мы Могли Бы Накинуть Там Экспертное Замедление На него Или Ускорение На себя Ну Скорее Всего Ускорение На себя Поскольку Заклинание Ускорение Нам В гильдии Дали Это Совсем Другой Был Бой Можно Было Даже Победителем Вылазить Отсюда Так 114 ХП У Ангелочка В этом Раунде Мы Уже Успеваем Откупиться Если Что Так Ну Тут По верхнему Стэку По дурным Глазам Должно Прилететь По идее И Он Завейтился Даже Ну Зря Из-за Того Что он Завейтился Он По сути Даст Нам Лучше Откупиться Вейт Давайте Решим По кому 114 Не убиваем 10 51 Кстати Можно Двоих Попробовать Минус А 0 Да Давайте Так и Сделаем И Вот Только После Этого Мы С вами Откупаемся За 8 Золота Считаю Что Разменялись Неплохо С учетом Того В какой Ситуации Без Магии Мы С вами Находились Ну что Ж Где У нас Там Герой Который Бегает Сверху Надо Побольше Исследовать Территории Вот Как раз Мы Видим Айн 8 9 6 4 Пришло Время Выкупаться Дома Главным Героем Кстати А куда Он Там Отплыл Если Что А он Подвез Армию Да У него Армия Где-то Была И он Ее Как раз Таки Подвез И тут Тоже Как раз Небольшой Подвоз Армии Делается Сильвией Так Нам Надо Теперь Решать Что Делать С Этой Армией Которую На Аджите Наверное Увозить Домой Ну Да Да Пожалуй Что Увозить Домой Потихоньку Ее Тарабанить Туда Так Выкупается Шакти Кстати Маляки То Даже Не Затерли С Армией Там Мы Ее И Сможем Взять Пришло Время Покупать Книгу Заклинаний Наконец То Таки Когда Мы С вами Уже Качнемся Нормально Навыков Нахватались Кучу Блин Забрать бы Книгу Воды Это было бы Конечно Огромнейшим Преимуществом С нашей Стороны Но так Конечно Не все Так Просто Что Пока Повоюем Покачаем Просто Главного Героя Наверное Нам Нужны Будут Только Единички В Этом Плане У нас Тут Кто Вот Ты Да Немножечко Распродаж Как Раз Таки Ради Этих Единичек Хотя В принципе У нас же Гремлинов Уже давным-давно Была Эта пачка Почему бы Не использовать Именно Их Пока Мы будем Воевать Сколько 20 49 Да Мы хотим Их Догнать Закрываемся Максимально Единичками Все Поехали Таки Точно Так же Пока Продолжаем Удерживать Позицию Этими же Единичками Прикрытыми Семерочка Четверочка Все Хорошо Разобрались Теперь Снизу Можно Будет Повоевать Что Мы С Вами Тоже Сейчас Сделаем До Следующего Левелапа Нам Надо Кстати Как раз Поднимем Уровень Только Надо Чтобы Нам Сейчас Передали Еще Единичек Когда Мы Мимо Будем Проезжать Таким Вот Образом Сделает Как раз Такий Джелар Отлично Ну Единичку Предлагают Нам Слить Но Мы С Вами Конечно Ж Этого Не Хотим Делать Нет Не Так Сюда 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 Все Поехали Опять же Поехали Заниматься Отстрелом Вейт Все Экспертный Поиск Пути Океюшки Все Джелар Тогда Разгоняют Главного Героя Кстати На ком На седьмой Скорости Вот Кого Жальше Всего Что мы Потеряли Это Наверное Минотавров Потом Идут Наверное Гарпи Так Итого Шестая Скорость Ну На шестой Ладно Будем Разогнаны На шестой Так И Соперники Если Даже И побежит В нашу Сторону То Бежать Он Будет Очень И Очень Долго По идее Опять же Ну Как Сказать Уже Сколько Получается Раз Два Три Четыре Пять Шесть Я На первой Неделе Уже Был В Трех Зонах Сейчас Шести Или Семи Раз Два Три Четыре Пять Шесть Седьмая Зона Это Его Ну В эту Зону Я в принципе Не заезжал Но тоже Я уже Разведал И вот Эту Зону Уже Разведал То есть В принципе Знаю Местонахождение Девяти Зон И даже Десятой Ситуация Немножко Проясняется Но Совсем Немножко Опять Что Так Улик Можно Кстати Две Нычки Монахов Вот Если Монахов Построить Мы Кстати Из них Тоже Сможем Сделать Хороший Ударный Стэк Если Что Может Быть Нам Пока Помыслить Именно В эту Сторону Как Думаете Как Вариант Игра Конечно Очень И Очень Сильно Затянулась Но Зато С таким Количеством Армии Я уверен Что Он Пока Что Эти Артефакты Забирать Не Будет Себе Что Уже Хорошо Синкой Продолжаем Тут Исследовать Его Зону И Он Наверное Этот Остров Зачистил Довольно Таки Хорошо Ясно Так Аджет Кстати А мы так и не проверили Что вообще Тут Сапоги Скороходы Есть Щит Есть Хороший Кстати Мы же Еще на Первый Месяц Здесь Пробегали На Второй Месяц Все Поменялось Возможно Было Что-то Еще Более Интересное 60 120 15 Тысяч Ну не Пока что Для нас Это слишком Дорого Проверили Хорошо Так Надо Строить ГМ3 По 6 Всех Ресурсов Так А у тебя Что по армии Чуть Чуть Гарп Ты принесешь Так Ну Докупаем Медуз Это тоже Берем И это Берем Единички Тоже Всегда Пригодятся Наконец Дошло Время До Гремлинов Что Еще Гарпий Ну Пока Мы будем Наверное Гарпий По большей части С вами Копить Мантикор Тоже Пока Не будем Спешить Брать В общем Пока Такие У нас Пробивки Довольно Слабенькие Будут Получаться Поедем Как раз Таки Кстати А как Насчет Ну Нет Нагобанк Наверное Сложновато Нам Будет Брать В данный Момент Сколько Он Стоит 5 Тысяч По моему Аж Золото О Так Я Никуда Сейчас Еще И Не Уплыву Вообще Красота Очень Похоже На То Ну Тогда Давайте Решать Что Мы Будем Делать Пусть Кира Проверит Что Тут За Зак Вы Поднятие Нежити Ну Немножечко Нет Ладно Давайте Просто Воевать И Качаться Просто Тогда Качаемся Снова Пачка Единичек И Вперед Опа Опа Принять Но попробовать наверное стоит Наделаем четверочек Пятерочек с вами Пегасов разобьем на два Таких полустека Ну и может быть Именно пегасики Заставят их Все таки Но не хотят они драться Просто не хотят Значит тогда будем качаться на них Что делать Что по поводу гноликов Так джеллар Тогда мы только единички возьмем Чтобы не терять больше чем мы можем В этом бою Ну и да Да пробиваем еще и их Ну и давайте Кира тогда подбирает ртуть Чекает величину Кстати вроде небольшой Но с грейжиным стеком Ну раз уж здесь То давайте Антимагия Кстати может пригодиться Очень даже Так становимся тогда сюда Джеллар успевает даже разогнать Теперь мы это делаем на пегасах Отлично Варлейка Где ей лучше становиться Пока даже не знаю ГМ1 Но наверное Ей тоже пока не судьба Да и коней отстроить Проблематично Потому что дерева Очень много надо Но то что он ангелов поставил Это конечно для него Большое достижение И со стрелками Которых он сейчас потянет Немножко ситуация у него улучшится Прибыл ход Давайте посмотрим Как он ходил И куда он вообще собирается Он никуда пока не собирается Ему понравилась та зона Он ее собирается чистить и дальше Понятно А мы пока что с вами погуляем Так ну в нашу сторону Вроде пока никто не идет Да Стрелков он забрал Где-то там катается Понятно Так ну а у нас Появилась возможность Ну блин чудища очень много Я не знаю как я их буду пробивать Но все равно Наверное сюда сбегаем С вами Пегасов попробовать Побегать Поприсоединять Где-то в разных зонах Тоже наверное Не лишним было бы Ладно Первым у нас Аджит Он кстати Блин Идеально Одного Шага не хватает Как же Нас это с вами Тормозит Кстати А может нам Реально сыграть За дипломата За Кирюшку Кстати я сейчас На полном серьезе Что если нам Начать качать Кирюшку Мы знаем Что у нас Пошел качаться Не в ту сторону Шакти Просто сейчас Взять И пересесть На мага Хотя он С логистикой С поиском Пути Вроде как В этом плане Хорош Конечно Ну и Достаточно Пандору Где-нибудь Взять Хороший Уже Дела Пойдут Намного Круче И удвоение Маны Вроде как Под нее Есть Гномы Гарпии Блин Я попробую Все-таки Покачать И ее Наверное Не знаю Какая-то Такая Чуйка Срабатывает Сейчас Что вроде Как Неплохо Было бы Поиграть Через нее Там у нас Герой Уже Спрятан Так Мы должны Спрятать Кого-то Из этих Героев Давайте Ларелейка Пусть Это будет Спрятали Ее Выкупили Нового Героя С новым Приростом Так Джиларушка Тогда Будет Принимать Новую Армию Кира Кира В принципе На месте Тогда Остается Шакти Должен Тогда Ее Разогнать Раз Так Так Дела Кстати Антимагию Плохо Что мы Не изучили Смысл В ней Есть Ну Наверное Все Следующий Ход Кристальная Шахта У нас Где-то Захвачена Нет Она У нас Здесь Ясно Понятно Правда Без Поиска Пути Бегать Здесь Будет Очень Долго Джинов Кстати Ею Бить Нельзя Вот Гарпий Можно Пробить Гномов Можно Попробовать Пробить В остальном Лучше Пока Не Спешить Ладно Будем Иметь Ввиду Прикол В том Что Его Священники Тоже Могут Неплохо Ему В Дипломатии Помочь Так И Что Тут Происходит Айн Сирена А он Проверяет Что там За квест Понятно Но Выполнение Квеста Я не думаю Что прям Решит В чью-то Пользу Но То что Может Реально Хорошо Помочь Это Да Кстати Гарпий Навряд Получится Присоединить Наверное Пришло Время Уходить В муниципалитет Капитолий И так далее Чтобы по-быстрому Скупаться Если не сейчас То когда Так надо Чтобы кто-то Сбегал За этими героями Шакти Тогда домой Выскакиваем И передаем Армию В общем Наджелара Можно отдать Он все равно Будет подъезжать И пытаться Армию Передать Так что Вперед Так что У нас Есть Есть Это по-разные Края Гарпии Ну и Немножечко Троглодитов Брать Нет Кстати Брать нельзя Больше Это Пожалуй Все Так И вот Так Вот И она У нас Высаживается Тут Ну Надо качать Жаль Что не захотели Присоединяться Ну Что ж Поделаешь Wait Подгоняем Их Поближе Вообще Под прямую Стрелу Стали Мы Правда Таки Не Качнулись Ясно Ну Следующий Бой Тогда Будет Вот Этот Даже Вот Так ГМ Надо Строить Дальше Но По дереву Проблемы Ларе Ларе Лейка Так Кристалл Кристалла Еще Не Хватает Точно Итого По 6 Должно Быть Один Кристалл И Все Всё Вы Выменять Осталось Выменю Выменим Тогда Чего еще Не хватает А золото Ну Золото Будет На следующий День Тогда там и продолжим отстройку. Давайте посмотрим, как походил соперник. А, я, кстати, этим-то героями не доходил был. Маленький островочек. Ага. Он хочет поработать над тем, чтобы загрейдить себе ангелов в архангелов. Но оно и понятно. Делай, правда, стоящее. Да, придется догонять, потому что это один из тех боев, которые необходимо для прокачки проводить. Хорошо. Wait. И все. Продвинутая дипломатия, наконец-то. Дальше пойдет битва с грифончиками. Дальше нам должен аджит подъехать сюда. Кстати, их с аламаром надо поменять местами. Аджит выскакивает. А аламарчик получит у нас побольше быстрых единичек. У него же есть там стрелочка, все дела. Да, стрелочка есть. Ну вот и отлично. Ну, феечку еще можно дать. Пусть с этой армией потом съездит. Шахты будут бегать, отжимать. Ну, остальные у меня стоят по местам просто. Гильдию мы хотели строить. Вот мы в гильдии пока работаем. Третий уровень тоже такой себе выпал. Средненький, мягко говоря. А грифонов там много. Вот тут придется уже попотеть. За взятие улика. Но зато может попробовать сначала вот этих пробить. Хотя с другой стороны может за экспертем побыстрее то, что нам надо. Как-то так. Следующий ход. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что, соперник устал. Тогда будем сохраняться. Я тогда попробую доходить в итоге. Давайте посмотрим, как он ходил там. Разведкой занимался. Надежда есть. Надежда есть, а вдруг присоединятся грифоны. Да, всякое может быть. Ну ладно, захотели воевать. Троечку типа слить. Ну, я думаю, что можно попробовать потерять меньше. Не уверен, конечно, на 100%. Хорош. Отлично. Словили с вами воздух. Ой-ой-ой, блин. Не успел спрятать героя какого-нибудь. Внутри города уже, наверное, кто-то спрятан даже. Кого-то надо удалять. Кого удалять-то будем? Давайте я Аджита, наверное, удалю. То есть армию мы подвезли. И на Торогладите его уволим, чтобы он мог прийти на следующей неделе, если что. И принести нам еще бихолдеров. Повторяем. Гундула пришла первого уровня. Что, Гундула разгоняет тогда нашего главного героя. Попробую тут побегать, походить, посмотреть. Так, едем дальше. А, и мы с вами же хотели муниципалитет влепить. Так что поработаем над этим. И хранилище ресурсов, да? Отлично. Отлично. Так, Джедед. Давай домой. Потихоньку. Остальные герои пока что стоят на месте. Так, ну и сохраняемся тогда. Все, сохранились. Все, сохранились. Так, очень хорошо. Так. Очень твер Sant,ушки. Так, ну и проверяемся. Так. 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 Продолжение следует...